Телефон доверия, слушаю вас. Сообщать о своих проблемах, попробовать найти выход из сложной ситуации или просто поговорить по душам. В молодежном центре продолжает работать горячая линия для подростков и их родителей. Каждый четверг молодые люди, оказавшиеся в сложной ситуации, столкнувшиеся с какими-то трудностями в отношениях с близкими людьми, могут набрать номер 99313 и рассказать об этом специалисту. У подросток, если у него какие-то проблемы во взаимоотношениях с родителями, со сверстниками, с противоположным полом, также если он испытывает какие-то стрессы, депрессивные состояния, либо он начал что-то употреблять и понимает, что он не может, допустим, поделиться с родителями, но может обратиться к нам. Все звонки анонимные. После обращения по телефону, если Наталья видит, что подростку или его родителям нужна дополнительная поддержка, то он означает консультацию в молодежном центре. Также она работает с обращениями в чате. Сообщение можно оставить в группе ВКонтакте, психолог отвечает. Если подросток не хочет писать с личной страницы, можно написать с анонимной. Дальше кабинет в молодежном центре информации не пойдет. Проблему замалчивать нельзя, считает Наталья. Подростковый возраст сейчас помолодел, и с 9 лет это прям уже нужно обратить внимание на ребенка, смотреть на то, с кем он общается, круг его общения, чем он занимается, как проводит свободное время, опять же, сколько времени он уделяет гаджетам, то есть сколько он в телефоне, в компьютере сидит. Потому что гаджеты очень сильное влияние оказывают. Звонки по телефону горячей линии для подростков принимают каждый четверг с 15 до 18 часов. Екатерина Пенова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.